Это удивительно, особенно для августа месяца, но анонс этого пабликтока широко разошелся по социальным сетям. И его перепостили люди, которые вообще никогда не интересовались ни историей архитектуры, ни проблемами городостроительства. Я сначала списывала это на то, что за этим столом представлены два довольно интересных крупных эксперта. Но оказалось, поговорить с одним из таких людей, я поняла, что есть люди, которые не знают, например, такой фамилии, как Ревзин. Да, есть такие люди, но тем не менее их заинтересовала тема именно в контексте современной политики московских властей, связанных прежде всего с изменением облика города и, конечно же, с программой реновации, которая нам была анонсирована в феврале месяце и привела общество в движение. И надо сказать, что я уже сказала, что наш портал посвящен современному искусству. Мы практически не пишем про урбанистику архитектуры, но тем не менее меня позвали модерировать сегодняшнюю беседу, именно потому, что я очень вовлечена в процесс реновации, потому что я живу в доме 60-го года простройки, который сначала не попал в списки реноваций, потом усилиями жильцов попал в списки реноваций. И вот уже несколько месяцев я ворюсь во всем этом. И, с одной стороны, я совершенно никак не отнеслась к зимнему заявлению о том, что наш город будет реновироваться, что большое количество жилого фонда пойдет под снос, и его жители переселятся в новые дома. Потом, когда появились первые редакции еще не принятого закона, мне это все очень не понравилось. И я стала, ну, не скажем, не противником самой программы реновации, но у меня появились к ней определенного рода вопросы. Прежде всего, вопросы, связанные с тем, что это отчетливо проект насильственной модернизации, а я очень симпатизирую той идеей, что наше общество сегодня довольно осмысленно и по многим позициям более прогрессивно, чем наша власть, и само знает, что ему сегодня нужно. Но, надо сказать, вот я перед тем, как мы сели уже публично, собственно, представлять эту тему, я рассказывала нашим хозяевам, специалистам Еврейского музея Центра толеранности о том, что неделю назад мое вот это вот восторженное отношение к нашему обществу покоплипала одна тема. У меня мать глубокий инвалид, она сидит в инвалидном кресле, мы живем на пятом этаже дома без лифтов, и мне очень тяжело вообще любые манипуляции с ней проводить, мне очень тяжело ее, например, повести на МРТ. И я в сообществе антиреванционном «Москвичи против сноса», вам очень известно, разместила пост, в котором я просила привести удачный пример модернизации типичной хрущевки с узкими пролетами, ее приспособления под нужды людей с инвалидностью и престарелых. И это был очень неприятный для меня опыт, потому что меня там буквально линчевали, на мой взгляд, потому что оказалось, что люди с инвалидностью и престарелые, они становятся в таких домах людьми исключения. Противники ревновации обвиняют власти в том, что их хотят депортировать в многоэтажки, но, собственно, единственный выход из ситуации с моей матерью, который мне был предложен, это переселение в дом с лифтом. Несмотря на то, что, в общем, это технически невозможно да и дорого, а, собственно, оснастить подъезд пандусами откидными, наверное, все-таки дешевле и легче сделать. И с этой точки зрения, собственно, я нахожусь сейчас на распутье. Настолько ли наша власть насильственна по отношению к обществу? Настолько ли наше общество осмыслено, чтобы, собственно, не делать многих жителей тех же самых пятиэтажек людьми исключения? И, собственно, об этом я бы хотела поговорить с нашими экспертами. Наверное, мы начнем с Григория Ревсина. Знаете, я сейчас как-то затрудняюсь ответить на вопрос о том, кто у нас лучше, власть или общество. По-моему, они вполне друг другу стоят. Но здесь нет, так сказать, никакой конструктивной повестки дня. То есть, ну, через что действовать, через власть или через общество, это, наверное, какое-то более осмысленное размышление. Но я вообще не знаю, как можно действовать через общество при реновации вот такого количества жилья. То есть это просто, ну, если бы мы это просто отдали рыночному процессу, ну, то есть стареет дом, люди что-то с этим делают, то, конечно, это было бы гораздо более, ну, скажем так, разумно, постепенно, то, что, возможно, сохранялось бы и так далее. Но только нужно понимать, что у нас встроен в механизм владения жильем довольно странный, ну, в общем, социалистический принцип, что государство должно возмещать вам квартиру в случае, если она пришла в негодность. Это система, которая, ну, пошла от советского времени, когда все дома были в собственности государства, поэтому оно же должно было заботиться и об их восстановлении. Ну, а сегодня, ну, оно осталось как социальное завоевание, как известно, социальное завоевание назад нельзя отыграть. Поэтому раз государство все равно должно все, ну, квартиры, которые там станут хуже или станут аварийными, на что-то заменять, ну, тогда я, честно сказать, не очень понимаю, а как общество может это делать, вот, собственно, почему его, ну, какие у него вообще возможности. Ну, здесь я действительно согласен, что государство на себя взяло вот эту такую социалистическую функцию реновации, вот, хотя уже в наше время абсолютно должны быть какие-то другие понятия и собственности, и, опять же, владения жильем, и тем, что с этими домами делать, поэтому вопрос здесь, опять же, очень сложный, да, как здесь выстроить действительно какой-то диалог между населением и государством, получится ли он, да, и, опять же, опыт и практика показывает, что за 20, да, уже лет существования, практически, да, больше 20 лет существования рыночной экономики, у нас все равно не сформировалось такое вот, ну, общественное понятие какого-то там кондоминимума, вот, именно сообщества жителей домов, хотя, конечно, есть исключения, и сейчас в социальных сетях активно появляются группы, действительно, есть какие-то домовые сообщества, где есть какая-то определенная часть там социально активных жителей, но, опять же, получается то, что мы сталкиваемся с тем, что мы не знаем очень часто, как здесь можно тоже еще жителям между собой взаимодействовать, мы часто даже не знаем, кто у нас сосед по лестничной клетке, и говорить о какой-то вот там социальной активности здесь объединений, вот, конструктивно даже диалоги внутри вот этого, да, сообщества жителей очень сложно, не говоря уже о каких-то диалогах взаимодействия жителей и власти. Но, тем не менее, очень многие критики программы реновации говорят о том, что, в принципе, она встраивается в парадигму насильственной модернизации, то есть через которую наше общество довольно болезненно проходило в 20-30-е годы в эпоху большого перелома, как известно, собственно, с которой связаны, прежде всего, конечно, такие формы, такие концепты, как соцгорода. И в более таком человеколюбимом виде тот же самый, та же самая парадигма, тоже самая навязанная модернизация, это, конечно, хрущевская программа массового жилья, дешевого, которое, собственно, с одной стороны помогло очень большому количеству советских людей, по-моему, речь шла о 10 миллионах людей, обрести собственное жилье, каким-то образом начать жить более индивидуальной жизнью. Но, с другой стороны, продолжало, в какой-то степени, на мой взгляд, салинскую парадигму, например, массовое жилье хрущевское тоже использовалось как при освоении довольно больших дальних территорий. Тоже было таким инструментом. И, собственно, многие эксперты эту новую программу, которая, все ведь говорят о том, что она сейчас будет испробована на примере Москвы, но потом распространится на всю страну, критикуют именно с этих позиций, с позиции насильственной модернизации быта и человеческой жизни. — Ну, насильственная модернизация — это такой термин очень широкий, и тут, как бы, очевидно, в виду имеются совсем разные вещи. В принципе, насколько я понимаю, вы отсылаете нас к статье Кати Шульман, которая вот как-то сказала, что мы вышли из эпохи насильственной модернизации, с чем я, в принципе, согласен. Ну, просто, понимаете, ну, соцгород — это в каком смысле насильственная модернизация? Там вообще речь о жилье не идет, там жилье — это, ну, продолжение завода, просто, так сказать, цех рабочей силы, и его изготовление, там, и ее изготовление, поддержки, там, какого-то, ну, то есть, собственно, не для жилья это все делается. Хрущевское, конечно, несомненно является насильственной модернизацией прямо в таком совсем прямом виде, и, ну, в данном случае, когда вы говорите о том, что там есть что-то советское, например, освоение дальних территорий, да там все советское, в том числе и освоение дальних территорий. Ну, вот, помните, у Галича, там, надблочно-панельной России, как ладерный номер Луна, ну, в общем, это, так сказать, сплошной такой ладерь, символ равенства, все одинаковые, все в одинаковых клетчиках, по всей стране все дома тоже одинаковые, какое потрясающее равенство. Когда вы о сегодняшней вещи говорите, как о насильственной модернизации, ну, нужно учитывать, что вообще тут есть продажа, продажа, то есть они просто, ну, две трети квартир собираются продать на рынке, чтобы окупить эту одну треть, это совсем другой принцип, чем советский, потому что, ну, в советское время никто вам квартиры не продавал, их выделяли, ну, по очереди, там, от предприятий, то есть все, ну, был кооперативы, но там очень их немного. Даже в хрущевках это что-то не больше 10%. Вот, и здесь, ну, о том, вышли ли мы из периода насильственной модернизации, я вообще не знаю, ну, надеюсь, может быть, там, вышли, но это какое-то такое, я думаю, континуум, кто-то вышел, а кто-то еще как-то до него и не дорос. Но главное, это вопрос, а что нам делать с последствиями насильственной модернизации, потому что реновация – это история про то, что, ну, не тут, ну, вы, скажем, говорите о 10 миллионах квадратных метров, ну, я не совсем понимаю, за какой период вы имеете в виду. То есть, в принципе, если за весь период, ну, так сказать, индустриального, то есть домостроения, то, собственно, это 50% территории наших городов всех, да, то есть это там гораздо больше, чем 10 миллионов. Даже вот эти планы по, ну, введению по всей стране московского опыта, насколько я понимаю, они исходят из 30 миллионов квадратных метров в год, то есть совсем других цифр. Вот, но так или иначе, так сказать, ну, вот у нас есть вот этот вот актив в городе. Это очень специфический объект именно как результат этой насильственной модернизации. Он, во-первых, это дома со сроком годности. Это принципиально отличает их вот, ну, любого исторического периода вплоть до сталинского, да, там вы дома можете чинить бесконечно, то есть, ну, как бы они могут ломаться, вы их чините, но у них нету такого, что вот, а через какое-то время их чинить больше вообще не надо, потому что у них истек срок годности. Ну, как, а здесь это как машина, так сказать, вы ее дальше чинить не должны, все, надо ее в утиль. Это просто особый тип объекта. Мало того, значит, это типовой объект, то есть его очень много, и он еще у всех находится в собственности, при том, что ранее распределялся. Ну, и ответом на это является, ну, вот та программа, которую там очень, может быть, неудачно придумали, но так или иначе ее результат какой? Мы за счет продажи квартир вообще совершенно не в смысле насильственной модернизации, что-то такого, а просто в смысле предложения массового товара покупателю, то есть в смысле просто спекулирования московской землей и продажи московского квадратного метра всей стране. Вот в рамках этого процесса мы еще всех вот этих, которых Хрущев поселил, и там, наверное, это испортится, тут подселим. Вот в чем программа-то. Ну, я не знаю, в каком смысле ее можно назвать насильственной модернизацией. Это скорее такая, ну, борьба с, может быть, там, очень плановая такая, сама по себе по типу борьбы такая очень советская, но, ну, поскольку, так сказать, все проекты одинаковые, стандартный подход там плановый, никаких конкуренций компании не предполагается, вместо этого создается единый, так сказать, трест, который это все будет выполнять. Но, в принципе, это в рамках рыночного процесса попытка как-то разобраться вот с той насильственной модернизацией. Ну, для меня, да, здесь тоже вопрос больше стоит именно в том, как это все будет проводиться и последствиях, опять же, этого переселения, поскольку мы уже получили в результате последних 20 лет первого этапа, можно сказать, да, реновации, который еще начинался в Лужковский период, разные результаты, которые надо исследовать. Надо сказать, что все они были очень разными, где-то, наоборот, в каких-то районах после реновации качество жизни ухудшилось очень сильно, и эти районы в результате очень сильно деградировали. Где-то действительно это очень сильно ударило посреди этих районов, сильно действительно произошло какое-то именно расслоение, и опять происходит тот же самый процесс, когда люди более-менее хоть как-то стали обживаться на этой земле после вот этого большого переселения в хрущевские времена, и хоть какое-то появилось понятие родины. И опять идет вот это перемещение людей, которым мы уже сталкивались в 60-е годы, когда исчезло понятие двора, в котором мы там все знали, квартал друг друга, и опять же, да, нас всех раскидали по разным частям города, в разные районы, и сейчас это вновь перемешивание уже каких-то сложившихся определенных районов, кварталов, часто домов. И вновь мы сталкиваемся с тем, что в ходе вот этой реновации у нас рушится вот эта сложившаяся структура. Другой вопрос – это еще качество. Я уже смотрю на те дома, которые были построены на месте реконструированных хрущевок, это фактически та же самая панель. Она советская, да, с небольшой модернизацией, часто внешней, но она уже начинает тоже стареть. И в результате мы вместо хрущевок строим, опять же, панельные дома с очень ограниченным сроком службы, только это уже более многоэтажные дома, это еще более плотное заселение людей. Опять же, в какой-то момент мы столкнемся с истечением срока службы этих зданий. То есть в данном смысле меня сейчас больше как раз волнует именно не только вот действительно вот это насильственное, фактически, будем так говорить, переселение людей и часто вот это размешивание их в сложившемся каком-то обществе или районе, а еще именно то, чем это все заменяется. Вот та абсолютно и архитектура, и дома, те здания, постройки, которые возникают на этом месте. Я исключительно мало знаю примеров удачного какого-то более-менее опыта реконструкции, проведенной там вот в районах за последние 20 лет. То есть где были действительно хорошо какие-то сложившиеся районы, да, серии домов действительно были очень неважными в плане шумоизоляции, теплоизоляции, срока службы домов, но мы разрушили вот эту среду и архитектурную там, и градостроительную, и какую-то вот антропологическую вот в этих районах. Но, тем не менее, еще один вопрос, который часто задают программе, адресуют программе реновации, связан именно с изменением исторического облика города. И мы, собственно, уже начали это приватно обсуждать. Это то, что в списке попало довольно много домов, которые, ну, собственно, не являются хрущевками, так называемыми. То есть это дома, созданные по индивидуальным проектам. Часто это дома, построенные еще в предыдущие десятилетия, которые очень нравятся жителям, и которые, ну, создают определенную архитектурную среду. И, на самом деле, это большая проблема, об этом говорят очень многие эксперты. Это не только изменение как бы внешнего города, но это, собственно, вторжение в такое довольно чувствительное поле для очень многих. Это охрана культурного наследия архитектурного, которое в нашем, ну, наверное, ни одного года не проходит без того, чтобы что-то не разрушили, что-то неправильно отреставрировали. Я была свидетелем реставрации конструктивистского здания школы Зои и Александра Космодевьянских, которое, собственно, было, оно было кирпичное изначально, оно было разрушено полностью, осталась половина торцовой среды, и все остальное было воссоздано в бетоне. То есть оно выглядит точно так же, но, собственно, уже не является тем самым памятником, каким оно являлось до этого. И, собственно, это еще одно проблемное, проблемный момент, собственно, этой программы, о которой очень много говорят, но, по-моему, власти, ну, никаким образом не реагируют на эти комментарии. Ну, на самом деле здесь неправда, они реагируют на эти комментарии. У нас уже была такая практика, когда резко аварийными были включены в списки те же самые конструктивистские городки, жилые, рабочие массивы, в ходе которых впоследствии, да, они были исключены. В результате мы получили после вмешательства и общественности, различных и организаций, градостроительных, в результате мы получили, в общем-то, наконец-то охранный статус этих городков. Сейчас идет реконструкция, даже с реставрацией Николаевского городка и остановили снос городка Матросской Тишине. То же самое было и в период еще, если кто помнит, но наверняка уже многие забыли, в свое время началась тоже крупная программа по реконструкции аварийного жилья с деревянными перекрытиями и каким-то образом попала даже высотка, вернее, одной из крыльев. Высотки на Котельнической набережной, там действительно это крыло было довоенность, с деревянными перекрытиями, должно было просто пойти под снос. И в результате потом, конечно, эти списки все корректировались уже после детального изучения, после вмешательства общественности здесь. Поэтому я думаю, что так или иначе, и сейчас уже тот список, который 1 августа появился, на самом деле там исчезло огромное количество домов, которые относились к древолюционному периоду, или там были даже объекты, которые могли быть или были уже выявленными памятниками. Поэтому я думаю, что эти списки будут еще корректироваться. И так или иначе, часто даже эти дома технически просто попадают по причине ошибок в базах данных БТИ, где они неправильно часто идентифицированы и описаны. Ну, в общем, мне практически нечего добавить. Мне кажется, что проблема сохранения наследия в отношении к реновации, вот именно к этому программе, то есть к сносу массового жилья и строительству на его месте другого, она одно к другому почти не имеет отношения. Ну, надо понимать, как формируются эти списки. То есть это префектуры же подают, соответственно, свои предложения, после чего там как-то это анализируется, потом отсеивается. Ну и, в общем, все памятники немедленно отсеиваются. То есть я даже о памятниках не говорю, памятники понятны, что отсеиваются. Но если даже имеется там вновь выявленный или вот эти опасные конструктивистки, которые могут вызвать скандалы, то, в общем, стараются никто туда не лезть. Потому что в программе и так столько претензий, в общем, там людей права собственности, так сказать, несколько заколебалось, что еще туда и памятники подключать никто не хочет. Что касается вот вашего примера с этой самой школой Зои Шуры Космодемьянских, ну, вообще-то, это нельзя назвать чисто конструктивистским памятником, там довольно много 30-х годов изначально было. Ну, а потом должен вам сказать, что это такой, вообще-то, довольно острый вопрос о том, как реставрировать памятники индустриальной эпохи в времени конструктивизма. Ну, вот Голландия, например, там по промышленной архитектуре, вот такой у них был очень известный пример, вот эта фабрика Нолли, они считают, что, собственно, предмет охраны, это в данном случае проект, но не материал. Мы с вами сидим в здании, в котором, ну, собственно, оригинальными элементами являлись вот эти вот стены, они кирпичные, а вот эта вся конструкция, она вообще-то тоже являлась предметом охраны, ну, ни черта она, конечно, не сохранена, то есть все это сделано по проекту. Да, это был скандал довольно-таки. Нет, скандала, честно сказать, никакого не было, потому что было понятно, что пускать людей в это здание вот при том уровне перекрытия, который здесь был, невозможно, а реставрация его, научная реставрация, ну, она, ну, очень проблематична, да. Собственно, даже и стены, ну, как вот, внутри-то еще они хоть какие-то свычинками, снаружи они же все заложены кирпичом совсем другим, то есть это, ну, в общем, по отношению к этой индустриальной эпохе сохранение аутентичности материала, как в отношении памятников барокко там или каких-то белокаменных храмов раннемосковского периода, это какое-то, ну, очень регалистичное требование и уж точно неприменимо к жилью. Поэтому, ну, мне кажется, что вот, понимаете, когда у вас возникает общее ощущение, что реновация — это наступление на права граждан со стороны бесчеловечной власти, то тогда, в принципе, имеет смысл пускать в ход все, в том числе и разрушение облика старой Москвы, и разрушение памятников и так далее. Это понятно. Но, с другой стороны, понимаете, если вы все время будете, ну, обвинять власть в разрушении памятников там, где она этого не делает, она перестанет с вами вообще в диалог вступать. Ну, как бы они все критикуют, ну, тогда давай все рушат. Какая разница? Скажите, вот как вам, как экспертом кажется, насколько диалог общества, например, тех же самых противников реновации, ну, как бы действительно это сплоченное довольно комьюнити, и мы, в принципе, понимаем, что оно довольно влиятельное на самом деле, потому что они смогли в какой-то степени мобилизовать людей выйти на улицы и как бы требовать изменений, в том числе в формулировках законодательных, как действительно ли слышат власть общества, действительно ли они к этому прислушиваются. На самом деле, вот из нашего разговора понятно, что управы подают некие списки, попадают памятники как бы в списки под снос, под реновацию, потом, значит, начинается некое общественное движение, эксперты высказывают свое мнение, памятники убирают. Но это довольно странное положение вещей для такого крупного проекта. Создается впечатление, что он абсолютно непродуман ни в своих каких-то общих очертаниях, ни в деталях, потому что, в общем, как бы вот, собственно, нам была дана некая как бы очень общая идея, что мы сейчас как бы поменяем Москву полностью, половину москвичей куда-то переселим в новые дома. И, собственно, сейчас под в какой-то степени нажимом общественности, под нажимом экспертного сообщества, эта идея дорабатывается, причем дорабатывается довольно кардинальным способом. Ну, как бы это довольно, на мой взгляд, странное положение вещей. Ну, очень часто, да, у нас случаются такие, вот, как показывает историческая практика, различные проекты, которые достаточно быстро рождаются, вот, как вихрь, да, ураган находят, как коса на камень очень часто, и бывает в том, что действительно те моменты, и, к сожалению, что оказывается, что на практике многие эти программы наталкиваются на какие-то вещи, которые изначально не были продуманы. Опять же, да, учитывая предыдущие все планы по какой-то, да, реновации жилья, на самом деле там огромное количество копий было сломано по всем тем программам, которые тогда существовали. И для меня странно, почему все эти опыты не были учтены и как-то вот проанализированы при составлении нынешней программы. Здесь, мне кажется, что, во-первых, конечно, очень сложно понять действительно, как программа родилась. В какой-то момент городские структуры вдруг решили начать всю эту программу, действительно, она очень быстро пошла. И действительно, она оказалась очень сырой. И надо сказать, что вот эта вот поспешность, она создала... С одной стороны, я понимаю, что, видимо, да, в городских структурах задумывали, что это будет очень благая идея, тем более, что и москвичи, я думаю, что изначально, когда планировали, воспримут это все положительно. Я думаю, что город здесь тоже оказался не готов к тому городские власти, что возникла вот эта вот волна сопротивления, вот, поскольку готовились именно к тому, что вся эта программа будет поддержана, ну, ура, и сопротивления не будет. И здесь, я думаю, что власти столкнулись, городские власти, с этой проблемой, которую они просто не ожидали, которую они не планировали. Скорее всего, что это планировалось так, что эта программа будет вполне совершенно обычной, не вызовет такого бурного обсуждения, будет достаточно принято, ее горожане примут на ура, но все пошло не так. Ну, я бы хотела переадресовать тот же самый вопрос Григорию Ревзину, потому что вы имеете, в общем, практический опыт взаимодействия с властью. Знаете, меня что удивляет, вот вы у нас противник модернизации сверху. Нет, я не противник. Ну, вы сказали, там, вот как-то это, не знаю, ну, вот сверху не надо там. А что вы так переживаете, что у них все не продумано? Ну, это же должно быть тогда сверху, тогда сели, подумали, все, написали, расписали. Ну, я рассказала про эволюцию своих взглядов. Они, да, они так тоже как-то, ничего, никто это до конца и не продумывал. Ну, а что им продумывать-то было? У них 15 лет подряд идет хрущевский снос. Снесли 2000 домов, значит, осталось там 71 дом, сейчас уже, по-моему, там 53, что-то такое. Сносимых серий, видишь? Ну, да, сносимых серий. А снесли-то полно. Никто не протестовал, ничего такого не было. Считай, просто идеально отработанная программа, когда у вас такое количество кейсов. Ты им что после этого не рассказываешь? Ну, я рассказывал, да, вот будут какие-то проблемы, вот такие, такие. Ну, как-то они так смотрят на тебя, как, ну, паникер какой-то. Ну, что, у нас очень хорошо прошло. Мы целый город переселили. Ну, о чем тут разговаривать? Что касается реакции населения, да, конечно, очень все учитывалось. Везде, где население что-нибудь сказало против, это все сняли из закона. Захотело население денежную компенсацию, а не только вот так вот один в один есть денежная компенсация. Захотело, значит, половину, там, ну, 8 тысяч домов они включили, а изначально хотели 4. А из префектур, когда все пришло, включили 8. А население возмутилось и теперь обратно 4, как хотели, так и есть, вот ровно 4. А что население, вот, было ему все равно, то есть, ну, многие говорили, слушайте, а что же вы вот весь девелопмент практически уничтожаете? У вас теперь вместо частного девелопмента один, значит, этот замечательный фонд содействия, реновации, фонд жилья. И этот фонд, он сам себе и заказчик, и исполнитель, и деньги у населения может принимать, и, ну, то есть, госкорпорация такая, которая как-то, ну, все остальные, ну, отойдите, просто идет вот такой вот гигант. Ну, населению это как-то было все равно, есть у нас частный девелопмент, нет у нас частного девелопмента, развитый у нас рынок. А теперь стало все равно. Нет, ни один человек не возразил вообще. Вот по поводу этого, ну, в общем-то, такого, ну, знаете, вот можно так сказать, монстра в уважительном смысле, то есть, такой очень большой танковой дивизии, которая может все, что хочешь сносить, все, что хочешь строить новое, нормы может не соблюдать, ей не нужна, там, инсоляция, не нужна, ну, нормы санпины, то есть, там, ну, везде школа должна занимать 3 гектара, у нее может, там, 1 гектар, она может быть в 4-этажном исполнении и так далее. В общем, что хочу, то и врачу. Никто против не мог. Она так в законе и осталась. То есть, везде, где население сопротивлялось, это все учтено. Везде, где не сопротивлялось, это все осталось. Ну, в принципе, вот это наличие лакун, непродумость, сырость, ну, да, с точки зрения специалиста, это вообще черт знает что. Но, с другой стороны, а с точки зрения политика, это и есть дыры для вовлечения населения в обсуждение. Вы знаете, вообще-то классика урбанистики заключается в том, что население, жители вовлекаются в любой проект через конфликт. Не то, что они сначала приходят и говорят, мы хотим построить у нас в районе музей современного искусства. Или вот музей толерантности. Нет, сначала люди приходят и говорят, хотим построить в вашем районе еврейский музей. Потом говорят, нет, просто еврейский музей нам тут никак не годится. А мы еще возьмем центр толерантности. Хорошо, тогда вот давайте сделаем. То есть это диалог. То есть сначала власть что-то заявляет, эти говорят, не-не-не-не-не, начинается торговля, получается какой-то позитив. Ну, они вот так и действуют. Ну, на самом деле, вот да, что касается тех самых протестов, они тоже у нас были и достаточно крупные, просто о них позабыли. Кроме того, на тот момент немножечко другая была специфика у прежней. Да, московской власти. Дело в том, что СМИ тогда городские, как правило, они были городскими. И, в общем-то, эти все факторы они не освещали. На тот момент еще не была развита настолько сильная интернет-специфика, поэтому мы не видели вот действительно широко освещенную вот эту вот борьбу жителей. Хотя она существовала, я огромное количество примеров знаю, не менее масштабных, чем сейчас. Но они все были как бы не настолько широко раскручены, вот как сейчас, в эпоху такой массовой интернетизации, когда есть какие-то альтернативные средства пропаганды и оповещения. Впоследствии они стали затухать, потому что сама программа стала буксовать, это было связано и с кризисами, и вот это как бы настроение, оно утихло. Переселения шли, но они уже были на самом деле настолько минимальными, настолько локальными и, в общем-то, достаточно комфортными. Надо сказать, что в какой-то момент большинство жителей уже не возмущалось. Геничные конфликты все равно случались, так или иначе кто-то в доме оставался против, но все это постепенно стало затухать. И вот когда сейчас возникла вот эта новая программа, уже в наш такой век интернета, и действительно с достаточно таким вот, как оказалось сырым часто моментом, вспыхнул вот этот вот новый конфликт, вторичный, но уже благодаря тому, что сейчас более стало в каком-то плане открытое такое информационное общество, отличное, допустим, от телевидения, то оно приобрело уже более такие сильные масштабы. Но, опять же, благодаря социальным сетям люди стали больше между собой как-то взаимодействовать, и это действительно сплотило какую-то вот большую команду, чем нежели тогда в 90-е годы. Хотя тогда я, живя по соседству в том районе, который как раз попал под очень жесткую такую на тот момент реновацию, в 90-е годы жители там активно протестовали, выступали, выходили на локальные митинги, но тогда это не освещалось средствами массовой информации. Тогда тоже были такие же протестные настроения, но, опять же, они разрывались тем, что жители районов между собой плохо были консолидированы в отсутствии тех же самых интернет-ресурсов, социальных сетей. Поэтому надо сказать, что здесь я соглашусь с Григорием, вот именно у нас, к сожалению, возможно, вот такая какая-то консолидация жителей и какой-то диалог через такой конфликт. Я знаю потрясающий совершенно пример в нашем доме, где я пытался инициировать совершенно простой пример того, что нам надо как-то объединиться и что-то сделать с проездом внутренним, который находился в аварийной ситуации. Раз нас никто не слышит, надо было коллективные какие-то письма, но, в результате, походив по квартирам, пару-тройку жителей сказали, да, мы поддержим, что-то сделаем, но в целом ничего не было. Пока, собственно, вдруг совершенно не появилась какая-то угроза со стороны того, что проезд в нем поставят шлагбаум, и вот тут жители объединились, потому что начался конфликт, и в результате их удалось как-то объединить под действительно этим конфликтом для того, чтобы они задумались вообще о том, что делается во дворе, и наконец-то что-то начали делать. Поэтому здесь действительно, к сожалению, у нас такое общество складывается в том, что не всегда присутствует этот социальный актив. Да, есть 2-3, может быть, активиста на дом, но это как с установкой банального домофона в подъезде. Многие говорят, а зачем мне это надо? Мне и так хорошо, мне комфортно, я живу в этом, мне комфортно, мне больше ничего не надо, лишь бы меня не трогали. Но, тем не менее, многие говорят, что та же самая программа реновации перекроила вот эту социальную ткань и, собственно, способствовала созданию неких, в том числе, районных сообществ. Более того, я была недавно на собрании в собственном районе, где обсуждалась идея районного самоуправления. В законодательстве есть, собственно, все возможности для создания такого органа самоуравления. Но, как я понимаю, это, наверное, то, что может действительно не понравиться власти. Мы перед тем, как, собственно, выйти в зал, говорили о городах-садах, к идее, которая появилась еще до революции, и которая, в общем, именно вот этой идее самоуправления не нравилась ни царскому режиму, ни потом советам. Я думаю, что, в принципе, современному режиму она тоже не может понравиться. Не знаю, но и действительно есть прекрасная книжка Марка Мейровича о городах-садах и, соответственно, их восприятии в СССР. Там, собственно, главным, конечно, было даже не вопрос самоуправления, а вопрос собственности на жилье, потому что города-сады предполагают, что у вас есть, ну, как минимум участок, и, соответственно, у вас есть собственный коттедж, и поэтому вы обладаете некоторой независимостью. Ну, самоуправление тоже не нравилось, но это были унитарные государства, и СССР, и царизм, естественно, им самоуправление не нравилось. Честно сказать, судьба самоуправления в сегодняшней Москве, ну... Во всяком случае, эта тема начала обсуждаться именно в связи с реновацией. Я просто до этого никогда ее не слышала. Ну, вы знаете, у нас была длинная вообще-то история. А, ну, вы просто всего своей молодости не помните, вот что было, ну, как погибло первое самоуправление в Москве во время Пуччи 93-го, всего года у нас вообще-то до этого было просто прям очень расцветало это самоуправление, было много этих прав, у них было много вообще прав, но они довольно своеобразно себя ввели, или, по крайней мере, московская власть сделала вид, что они себя плохо ввели в момент Пуччи, и, соответственно, дальше у нас все это позакрывалось, и постепенно у нас всякое самоуправление пропало. Сегодня, я не знаю, как... Ну, сейчас у нас вообще-то самоуправление формально увеличивается. Гораздо большую часть бюджета Москвы отдают самоуправлению на, ну, так сказать, на утверждение. Ну, вот, я не знаю, посмотрим, что у нас будет на выборах 10 сентября. В принципе, повестка дня местных выборов у нас в городе интересует 2-5% избирателей. Может быть, в этот раз все изменится, было бы прекрасно, но не знаю. Что касается вот этих сообществ, которые возникли в борьбе с инновацией, ну, вот в этом вопросе я большой скептик, я вам честно скажу, потому что, ну, что-то... Ну, вообще-то, теме 3 месяца, 4, это не самоуправление. Это, знаете, вопрос на один сезон, а уже через год вообще останется от этого что-нибудь или нет, это большой вопрос. Это вообще не про самоуправление. Самоуправление предполагает наличие городских институтов, соответствующих избирания, полномочий и так далее. А вот эти сообщества, это очень важная урбанистическая тема, и все урбанисты прямо помешаны на теме территориальных сообществ. Мое личное мнение относительно Москвы в том, что их нет. Ну, вот в Москве, то есть, естественно, в Москве есть некоторое количество сообществ, они покрывают примерно 1% населения. Все остальные не относятся к сообществам, и я не вижу устойчивых сообществ даже перед лицом такой бешеной угрозы, как была реновация. Вот она сейчас отойдет, и сообщество опять распадется. Ну, впрочем, вот, Денис, справедливо сказал, их к тому же всех перемешают, расселят, в другие школы направят, ну, в другие детские сады, ну, в общем, все эти институты... Вот это и есть архитектура власти. Кстати, это вот вопрос, который вы занялись на начало, это вопрос модернизации. Модернизация как раз предполагает уничтожение всех традиционных связей, в том числе территориальных, вот этих вот социальных, антропологических и так далее. Денис совершенно правильно говорил, что, ну да, это одна из, так сказать, последствий очень отрицательных модернизаций. То есть она разрушает территориальное образование. Так и есть. Ну, здесь действительно, я не вижу сейчас никаких предпосылок к созданию действительно каких-то вот именно таких институций, поскольку, на самом деле, они в Москве пытались зародиться в начале 90-х годов, я прекрасно помню. И в начале нулевых тоже, в 2004-2005 году. Были, но я, да, в силу того, что тоже коренной житель этого города был достаточно всегда социально активным и участвовал. В общем-то, в том, что было в начале 90-х годов, даже будучи там в школьных активах, которые у нас тоже активно участвовали в муниципалитете. У нас право в нашем районе было очень мощное в начале 90-х годов и прекрасно работало практически по такому западному образцу, когда обсуждались даже вопросы там вплоть до переноса установки. Это были действительно какие-то дискуссии, интересный диалог с жителями, но потом это все было разрушено. И в силу тоже своеобразности московской предыдущей власти, в общем-то, и как этот институт, он весь исчез. Та же, как и, собственно, интерес жителей к такой вот именно власти, к тем же самым депутатам локальным в нашем Мосгордуме. У нас не было даже тех страстей, которые присутствовали всегда при выборах в законодательное собрание в Санкт-Петербурге, где у них там каждый выбор, это действительно очень мощные, активные жители. У нас они незаметно проходят, у нас даже наверняка большинство жителей не знают даже своих депутатов районных, которые там представляют их интересы в Московской городской думе, не говоря уже о управе и о каких-то действительно сообществах. То, что появляются районы и сообщества, да, я знаю яркие примеры, но это действительно, как Григорий говорит, это очень маленькое покрытие, и преимущественно тоже очень специализированных районах, где либо есть, ну, так называемый, будем говорить, московский, да, средний класс, определенные сложившиеся, действительно, какие-то социально активные группы, вот, ну, в силу там престижности, да, районов, они присутствуют там, есть хорошее сообщество, представленное в соцсетях и существующие в реальности, вот, где люди взаимодействуют между собой, там, в различных каких-то социальных, бытовых вопросах и часто объединяются иногда в какой-то действительно, но они уже, кстати, не идут на такую яркую конфронтацию с властью, часто идут на какие-то очень хорошие грамотные диалоги с властью, где там выступают представители от этих сообществ, которые умеют как-то дискутировать и составить какой-то грамотный вопрос непосредственный и как-то это решить. А до формирования таких обществ, я думаю, что это должно пройти не одно поколение, но, опять же, Москва должна как-то устояться, да, в каком-то плане, хотя в таком городе, как Москва, это сложно сделать, он постоянно обновляется, меняется, огромный приток нового населения, смена идет, но, тем не менее, более-менее у нас как-то стало где-то в каких-то районах что-то вот постепенно формироваться и как-то жители действительно стали объединяться, вот это действительно какая-то территориальная целостность стала происходить, ну и в результате мы сейчас в определенных районах опять ее будем менять. Я знаю такие районы, которые действительно оказались просто раздроблены, потеряны, люди разъехались, и вот эта общность, которая там существовала, например, в качестве примера могу привести хорошо умневники район, где, в принципе, было огромное количество там различных научных сотрудников, соседних институтов, и там было какое-то вот это, ну, сообщество в 90-е годы, люди ли что-то там облагораживали, там сошали подсолнухи, там вот выходили на субботники, и, в принципе, это могло быть какое-то вот действительно сообщество, но оно было разрушено путем того, что постепенно там район подвергался реконструкции, еще в конце 90-х годов и в нулевые все разъехались, в результате половина района так и осталась отселенным, там половина уже модернизировалась, проект так и, в общем-то, не завершен оказался, и в результате кто-то остался на чемоданах, кто-то приехал, кто-то опять уехал, поскольку невозможно стало просто жить вот в этой вечной стройке, и там идет вот это постепенное вымывание, и ноль приехавшие, старые жители, и никакой консолидации там нету, поскольку, ну, все фактически там гостевые, и вот это на самом деле, конечно, страшно, но, опять же, даже где уже произошли какие-то вот, ну, действительно, укоренения народа, все равно пока что у малого очень количества людей у нас есть какая-то вот социальная активность для того, чтобы как-то действительно активизироваться и начать действительно какой-то диалог с властью, и тем более войти в те же самые депутаты. Опять же, посмотрите, кандидаты, да, депутаты, в основном это, да, те вот социально активные, ну, если говорить о независимых единице, но их пока меньшинство. Ну, тем не менее, как бы последние, несколько лет назад я встречалась с одним довольно известным во власти человеком за ланчем, и он спросил меня, какой проект будущего вот у тех людей, которые, собственно, работают в современном искусстве. Надо сказать, что, ну, у меня тогда этот вопрос поверг в такой, ну, шок, потому что, в принципе, у меня не было в голове ни проекта будущего, я никогда не присутствовала при разговорах своих коллег, которые бы, собственно, об этом проекте говорили. То, что, ну, в нашей сфере происходит такое постоянное, как бы, некое строительство. То мы строим музей-гараж, то теперь ГЭС строим. Вот мы, вот, собственно, все время вот настройки, а проекта будущего у нас не существует. Потом я стала обращать внимание, что те же самые вопросы о том, о проекте будущего задают себя специалисты в других сферах. Какой проект, есть ли проект будущего у нашего государства, есть ли проект будущего у нашей страны, есть ли проект будущего у нашего общества, как он выглядит. И, собственно, с проектом реконструкции также связан этот вопрос, потому что, в общем, создается такое впечатление, что, собственно, это и есть такой не очень доформулированный, но фактически проект будущего. Вот этой вот стройке, которая начнется и растянется на какой-то, ну как бы на несколько десятков лет на самом деле. Но тем не менее, ведь мы прекрасно понимаем, что стройка – это не проект будущего, что проект будущего – это немножко другое. Как бы вам сказать, я бы не хотел особенно рассказывать о том, каким будет проект будущего в смысле инновации, просто потому что может возникнуть какое-то совершенно ложное ощущение, что я за это как-либо отвечаю и знаю про их какие-то такие проекты будущего. На самом деле, особенностью проекта «Реновация» является то, что нам не были предоставлены никакие проекты, никаких районов. В настоящий момент осуществляется конкурс, артурный конкурс на то, чтобы рассказать, какие это будут кварталы, или даже кварталы, или это будут, или микрорайоны. Там существует семь команд, но вот я не вошел в жюри этого конкурса и тоже не знаю, что там, собственно, происходит. Есть, ну то есть знаю, но как бы можно считать, что не знаю. Есть глубоко разные подходы к тому, что это должно быть, и, собственно, один из них основан на современных требованиях городской среде, которые приняты вот в Европейском Союзе, собственно. Это нормы хабидатум, но они в разных местах такие приняты. Смысл там заключается в том, что в районе жилая функция должна занимать не более 60%, то есть 40% — это не жилые помещения. Соответственно, что там должна быть многофункциональная среда, то есть магазины, рестораны, кафе и что-то такое, что, соответственно, застройка не должна быть выше 7-8 этажей. Значит, ну, соответственно, все первые этажи общественные. Ну, там есть еще некоторые особенности. Значит, ну, то есть, собственно, уличная дорожная сеть такая, как в традиционном городе, размер квартала предполагает пешеходные связи и так далее. Есть другая точка зрения, которая, собственно, исходит из того, что если у вас пятиэтажный район, и вам нужно продать 2-3 квартир идут на рынок, то есть плотность должна с 10 увеличиться до 30, то при существующих нормах, это, соответственно, дома высотой 20-30 этажей с расстоянием между ними 100 метров, ну, нижний этаж при этом может образовывать какие-то стелобатные решения, как вот на Новом Арбате, совершенно другая структура. То есть, если первое похоже на европейский город, то второе немножко на Гонконг, наверное, или на Сингапур, вот на Орчард-стрит. И какой из этих проектов будущего будет, так сказать, побежден, а какой победит, я совершенно не представляю себе, не знаю. Я имела в виду, когда говорила о проекте будущего, не о проекте, собственно, преобразования Москвы, а о проекте, собственно, преобразования того, каким наше будущее должно быть, как нашего общества и нашей страны. Мне кажется, что просто отсутствие этого проекта, сформулированного, потому что все друг другу задают этот вопрос, политологи, социологи, заменили, собственно, проектом Ренова. Наша жизнь настолько сейчас быстро, стремительно стала меняться, что разрабатывать какие-то планы будущего невозможно. Ну, как показывает опыт, история, да, мы теперь планируем одно будущее, а оно наступает абсолютно другое. Здесь сложно что-то планировать на долгосрочную перспективу. Тем не менее, как бы, как у предыдущих, собственно, эпох, это Великий Прелом сталинский, та же самая Хрущевская помощь, это были проекты будущего. Вы спрашиваете, нам с женой официально обменили, проект будущего должен быть готов к 10 октября. 10 октября администрация президента нам предъявит проект будущего. Причем, наверное, за это большие деньги кто-то получит. Что же нам сейчас вот за дарма-то его сообщать? Ну, есть... Подождите, буквально с нового учебного года будет ясный совершенно проект будущего. Там все понятно, уже нормально. Ну, а что касается стройки, то, по-моему, мы последние уже, в общем-то, не один десяток лет и так живем в Москве. В общем-то, в стройке, особенно последние, наверное, два года массово, я думаю, что здесь любой город, тем более такой быстро обновляющийся, как Москва, это всегда стройка. Ну, я часто бываю в Берлине, вот, там, Хельсинки, это тоже такие же города, которые, ну, в принципе, можно чем-то сравнить с Москвой. Вот, это тоже постоянно обновляемые города, они строятся, реконструируются, развиваются, и, в общем-то, ну, это тоже дело привычки. Хотя, конечно, да, оно достает на огромное количество неприязни, но, тем не менее, надо отметить, что, ну, город Каты тоже должен обновляться, конечно, с сохранением исторического наследия, безусловно, но, тем не менее, как-то надо развивать Москву. Как мне сложно сказать, вот, я до сих пор тоже не знаю, что, например, делать с новой Москвой, которая нам досталась с территории, с этой огромной... Забудьте. Да, что, в общем-то, как реконструировать те кварталы, которые существуют, вот, у меня есть идеальные представления, да, но они совершенно будут вразрез с экономикой и с, в общем-то, тем девелопментом. Хотя, на мой взгляд, есть надо. Опять же, я бы посмотрел, действительно, с учетом того, что было сделано за последние 20 лет, потому что, на самом деле, есть хорошие, ну, отдельные, положительные небольшие кварталы, где, в принципе, ну, создали какую-то более-менее хорошую архитектурную среду, не рушая там то, что было спланировано. Вот, то есть, в принципе, как показывает практика, это возможно. Почему-то, к сожалению, опять же, СМИ сейчас часто фигурируют отрицательные примеры того, что было сделано. Вот, есть и те положительные примеры, которые были сделаны. Я думаю, что их стоит тоже посмотреть. Ну, а действительно, здесь я с Григорием полностью соглашусь. Надо дождаться октября, в результате того, что будет вынесено. Тогда мы и увидим это будущее. Спасибо. Я бы предложила зрителям, вернее, слушателям, простите, нашей сегодняшней дискуссии, как бы задать какие-то вопросы из зала. На мой взгляд, в принципе, неплохо и в свое время реконструировали, но она затянулась слишком сильно. Все это было связано, конечно, со всеми кризисами, но квартал, который находится между Ельницкой улицей и Рублевским шоссе, и, на мой взгляд, из всего, что было сделано в планах реконструкции до, можно сказать, до современной реновации, наиболее удачный пример. Там и появилась, в принципе, достаточно оптимальная застройка. Да, там, конечно, присутствует фронт домов 30-этажных вдоль Рублевского шоссе, но они как шумовые домами являются. Но в глубине кварталов там ступенчатая застройка от 12 до 6 этажей, и дома расставлены приблизительно на тех местах, где стояли хрущевки, там была сохранена зелень, и вот я очутив, что сейчас уже почти этот район завершается, хотя там люди, по-моему, лет уже 15 живут на этой всей стройке, потому что все это гораздо планировалось раньше закончить, но, тем не менее, там, в принципе, достаточно хорошая среда, архитектурные точки зрения сделаны. В свое время, да, мне нравился проект реконструкции хорошо у Мневников, но там впоследствии инвестор стал менять весь проект, и в результате на практике, к сожалению, сейчас избыточность просто застройки на этом месте произошла. Хотя, когда этот проект демонстрировался на Архмоскве, еще и когда только-только первые этапы реконструкции происходили, и уже первые дома появлялись, это выглядело все действительно хорошо. Но там проект уже пошел совершенно по другому абсолютно направлению. Поэтому есть отдельные небольшие примеры, здесь стоит, конечно, все это изучить, но, опять же, нужен грамотный анализ всего того, что было произведено. Я пока не видел вот, да, что называется, вот этого большого анализа, той реконструкции, которая была проведена за, можно сказать, последние 20 лет, и тех результатов, что было сделано, что построено, показатели, цифры. Ну, у меня второе образование экономическое, вот, мне это тоже интересно, мне нужны цифры, данные, вот, для того, чтобы хоть какие-то статистики. Пока я этого не видел, к сожалению. Можно, да. Очень понравился ваш пример про застройку между Еленовской улицей и Рублевским шоссе. Как раз я там недалеко живу, действительно, там очень все красиво, симпатично сделали. Но вопрос мой был немножко в другом. Мне хотелось бы, так, с теоретической точки зрения понять, вот, когда вы говорили о двух возможных проектах будущего, и один из спикеров сказал о том, что это может быть либо город европейского типа, либо, вот, я не совсем поняла вторую версию. То есть, я услышала, что это город, похожий на Гонконг, одновременно на Новый Арбат. Мне хотелось бы понять, в чем ужас, я так поняла, что это, как бы, некий анти-версия, что-то кошмарное. Я для этого, да, порекомендовал, например, съездить в какой-нибудь район Парнаса в Петербурге, чтобы посмотреть вот как раз этот опыт, ну, либо в ближайшее Подмосковье, там, например, Реутово, например. Ну, это, там действительно 30-этажная застройка, очень сильно уплотненная, где, получается, узкие дворы-колодцы, дом-дом стоит окно, вот, достаточно посмотреть на даже ближний поезд Подмосковья, где, в общем-то, уже такие примеры появились, вот, они не связаны с реновацией, там связаны с застройщиком. Ну, как я понимаю, там нету вот этой, собственно, не присутствует пропорция 60-40, то есть, они не самодостаточны, эти районы, то есть, там просто... Реутов нет, я вообще совсем, ну, то есть, у вас как-то получилось очень отрицательное впечатление, видимо, от Гонконга, ну, вообще, честно сказать, в Гонконге, по-своему, очень гармоничная среда, просто, ну, надо учитывать, что у китайского населения сильно другие, чем у нас представление о площади, которая нужна человеку, да, им просто нужно меньше места, вот, для комфортного самоощущения, да, но, тем не менее, ну, что, ну, вот у вас есть башни, вот у вас есть первый уровень, значит, в Гонконге улицы сделаны, ну, как, просто, просто как у Леонардо да Винчи, то есть, Леонардо да Винчи в свое время придумал разделить улицу на поток для транспорта в первом этапе грузового поток, ну, собственно, для, ну, для всадников, да, и пешеходов, вот три уровня, в Гонконге по третьему уровню у вас идет травелатор, это просто, ну, как бы там нет общественного транспорта в виде, вот, автобусов, а вы по всему городу можете проездить на эскалаторе, и это все торговая зона, и, как бы, вы просто из одного атриума переезжаете в другой, это вообще очень приятно, там нет никаких машин, ничего, потому что все это в нижнем уровне, и там же и колесный транспорт, там очень плотная среда, то есть, там, ну, вот на этой структуре стоят вообще стоэтажные небоскребы, при этом, ну, такого ощущения тесноты-то особого нет, это вот там квартиры маленькие очень, ну, то есть, там нормальная четырехкомнатная квартира, там 58 метров, это вот большая, ну, как бы обычная квартира, вот, но для России это как бы не работает, но, в принципе, не то, что эта среда, вот какая-то ужасная, такого совсем нет, если вы представите себе, что вот на Новом Арбате, ну, вот, как мы хотели, на всем Стеллабате находится парк наверху, да, вот на крыше, ну, и там можно, не знаю, гулять, там можно спортом заниматься, чем-то еще, вот в, ну, в Гонконге и в Сингапуре, главное, так сделано, да, то есть, у вас вот есть первый уровень, в котором, собственно, магазины, на крыше этих магазинов сады, да, и это сады резидентные, и, ну, а кроме того, есть еще улица. Вообще, это довольно комфортно и довольно красиво. Ну, просто это два совершенно разных пути, вот, с очень противоположными логиками. Ну, вот здесь я думаю, что это, скорее всего, будет, наверное, третий путь, вот, того, что мы, да, видим, да, Реутове или в том же самом Парнасе, который уже, в общем-то, стал, да, таким образцом античеловечной застройки, где, конечно, в теории все это тоже предполагалось, но в результате появились многоэтажки без вот этой всей вот инфраструктуры внизу, которая сейчас просто заполнена огромным количеством автомобилей, которым некуда деть. Но, тем не менее, я хочу сказать, что представление о комфорте очень сильно меняется. Те же самые хрущевки нашим родителям казались потрясающими просторным жильем, в котором, как бы, просто были все их мечты воплощены. Как бы, нам теперь не кажется, как бы, это комфортным жильем, и, в общем, как бы, собственно, мой вопрос сообществу «Москвичей против сноса», он был ровно в этом, как бы, как для современных потребностей, например, для старейшего того же самого общества, приспособить, собственно, эту среду, которая не соответствует представлениям о современном комфорте. Как бы, ну, собственно, сообщество, общество и эта часть, он мне сказал никак, переселяйтесь в многоэтажку с лифтом. А вот смотрите, тут очень заблуждение идет с точки зрения сейчас переселения. Ну, во-первых, то, что, да, говоря о переселении в Хрущевке, но надо понимать, что на тот момент даже в той же самой Москве огромная часть населения, которое переезжало туда, оно переезжало из бараков, оно переезжало из коммуналок. И пусть это хоть маленькое, да, было счастье, но собственная ванная, есть собственная кухня, теперь не надо стоять утром в очереди. У тебя своя вот кухонная площадка, пусть и маленькая, но своя кухня, да. Вот, течет вода из крана, вот, у многих даже водопровода централизованного не было. Моя семья переехала с барака на лесной улице, где даже воды не было. И, конечно, для них это было счастье, когда она переезжала в Хрущевку, в Сокольнике. Но сейчас есть иногда даже ошибочное немножко мнение у тех, кто в основном тоже жаждет такого переселения. Я спрашиваю людей, они еще мыслят понятием вот этого Лужковского переселения, то, что они получат улучшенную планировку современную, а то, что даже сейчас уже возводится в план переселения за последние пять лет, это, в общем-то, те же самые маленькие уже, опять же, квартирки. То есть, если действительно в 90-е годы, я огромное количество своих друзей, примеров знаю, когда они улучшили условия, действительно там разъезжались из маленькой квартирки, там две уже семьи, фактически образовавшиеся в разные квартиры, улучшенные планировки, новой тогда серии домов были, то сейчас в результате переселяют практически там адекватную уже площадь. По площади они уже мало что особо выигрывают, да, у них появляется лифт, более современные коммуникации, но это уже не идет такое улучшение в плане увеличения площади. А многие до сих пор этим грезят ошибочно. Увеличение площади происходит на 30% за счет увеличения площади санузлов и кухонь. Да, но просто вот, то есть не комнат. Не комнат, вот. И действительно у многих это вот еще осталось ощущение. Потом надо сказать, что среди тех, кто живет в фрущевках, там есть та часть населения, которая считает, что это некомфортно, есть те, которые считают, что им комфортно. Опять же, все это зависит индивидуально, конечно, от серии дома. Есть те серии, где действительно там соседы слышно прекрасно за стенкой, там плохая шумоизоляция, действительно дома холодные, но надо сказать, что эти серии практически уже все изведены. Есть там другие хрущевки, где, в общем-то, вполне, ну, какая-то качественная изоляция, да, маленькие квартиры, но для определенного населения и эти квартиры удобные, там, для малосемейных, вот, они вполне комфортно. Тем не менее, я знаю мнение, что реконструировать дешевле даже, чем сносить и строить заново. Это мнение, ну, собственно, наших коллег архитектурных. Нет, это глупость. Хорошо, но тем не менее. Это просто глупость. Большая часть… Можно прям, ну, очень четко показать. Значит, на сегодняшний день в городе Москве строительство квадратного метра, это приблизительно 60 тысяч рублей. Вот, собственно, строительные затраты. Значит, реконструкция квадратного метра в случае с капитальным ремонтом, и это порядка 80-90 тысяч рублей. Вот, и вы не можете выйти из этих цифр. Это вот просто так. Вы можете сделать реконструкцию дешевле, но это будет фиговая реконструкция. Например, не будем делать теплоизоляцию стен. Ну, хорошо, тогда, да, можно выйти в нормальную историю. Вопрос был в другом. Тем не менее, я когда-то, очень много лет назад, лет 10 назад работала на стенде ярмарки Art Basel. Я была в шоке от того, что… Там было очень много людей с инвалидностью. Простите, я как бы вокруг этой темы вершу чуть-чуть, но тем не менее. И ко мне на стенде пришел человек, ну, прямо он был в очень тяжелой форме ДЦП, но тем не менее он сам передвигался. Ну, я ему там что-то помогла сделать, но тем не менее. Я была в шоке от того, что в Швейцарии очень много людей с инвалидностью, на улицах они гуляют, они путешествуют, они сидят в кафе и так далее и тому подобное. Можно ли каким-то образом приспособить старый фонд, который есть во всех европейских странах, и как-то приспособлен таких людей к новым потребностям жизни? Ну, тут нельзя сказать, что это есть какое-то единое решение на все. В пятиэтажках это действительно очень сложно, просто из-за размеров лестницы. И, соответственно, если вы положите этот самый рельс под коляску инвалидную, то вы практически пройдете почти посередине этой лестницы, и люди сходить уже не смогут просто сами. Значит, в смысле, ну, как вам сказать, мне это кажется вообще довольно странной идеей, обеспечивать все дома, ну, всеми устройствами для инвалидов. Не обязательно, ну, не только ведь, это и об из жилых речи. Я в данном случае, ну, как бы, есть множество очень достойных людей, которые, наоборот, считают, что это абсолютно необходимо, и это единственный, собственно, возможный путь. Мне так не кажется. Ну, на самом деле, ну, знаете, я вот участвовал в свое время как консалтер в одном довольно большом проекте в Подмосковье, где, соответственно, ну, сейчас построен уже, где предложил все первые этажи, первый этаж, вы знаете, первый этаж в живой застройке довольно трудно продать, а если у вас нету, ну, достаточно, в общем, там нужна специальная планировка, которая позволила там делать общественные пространства, то тогда получается, что вы там делаете жилье, которое всем страшно неудобно, да, то есть люди не хотят там жить. С другой стороны, я подумал, что, ну, хорошо, а вот есть инвалиды, вы можете делать вход в квартиру непосредственно с улицы, так что у него вообще совершенно независимая структура, он вот просто живет, давайте все первые этажи оборудуем для инвалидов, и, соответственно, сделаем программу Московской области, которая бы туда, ну, предлагала им эти квартиры, датировала их, чем вы будете каждый новый дом пытаться обеспечивать вот этой вот штукой, и, значит, ну, из этого не вышло ничего, мы не набрали такое количество инвалидов. — Понимаете, инвалидность такая вещь, сегодня как бы со мной все в порядке, а завтра уже не в порядке. — Ну, отлично, ну, так на этот ужасный случай, что с кем-то станет что-то не в порядке, надо ли проектировать все дома, но это довольно странно. — Я говорю о том, как приспособить... — Не знаю, как это приспособиться, мне кажется, что дома пятиэтажки к этому не поддаются. В принципе, дома с лифтом, да, их можно сделать, при условии, что вы, ну, довольно сложно переоборудуете вот первый полуподвальный, ну, то есть входной подъезд, и если у вас нет полуподвала, да, то вот есть первый подъем на, соответственно, там, ну, метр двадцать, вот его надо каким-то образом решить. Ну, или утопить, да, вот в землю. Дальше лифт, ну, дальше начинается. Наши лифты, как известно, не подходят под ширину инвалидной коляски. Изменить это обстоятельство практически невозможно. То есть вы не можете расширить лифтовую шахту в существующем доме. Это довольно трудно. Ну, у меня просто были такие случаи, когда я занимался этими колясками, инвалидами и так далее. Ну, да, это довольно безнадежное и отвратительное занятие. Ну, что, не знаю, можно ли здесь что-нибудь делать, особенно в случае с уже существующим. — Но у нас не только, да, к сожалению, проблема в этом с домами, но в целом вообще в инфраструктуре всей страны. К сожалению, это надо менять целостно по всей стране. Это не только проблема именно конкретных домов или вообще домов жилья в целом. У нас город даже целиком не приспособлен. Не то, что инвалидная, да, там детская коляска. — Да, детская. — Сложно пройти. — Я не хочу, чтобы вы все думали о том, что я акцентирую именно. — Да, поэтому это проблема не только непосредственно домов, это проблема целиком городской инфраструктуры в целом. Что касается приспособлений, да, там при наличии каких-то отдельных элементов можно сделать. В нашем доме конца 50-х годов там сделали, например, очень прекрасный совершенно, поскольку первый этаж, получается, он высокий, и чтобы войти в подъезд, как у многих домов, это правильное количество еще ступенек, сделала небольшая марш лестницы. Там сделали вполне, поскольку лестница узкая была из-за того, что именно лифтовая шахта сделана, там от китной сделали пандус, который прекрасно совершенно кладется, и также обратно в стенку убирается. Прекрасное решение, которое не загромождает, потому что до этого сделали два рельса, но в результате они перегородили действительно всю лестницу, и подниматься было невозможно по ней. Это, да, все решения они делаются индивидуально, но вот в целом это нужно менять всю инфраструктуру по всему городу. Действительно, и серьезно это реформироваться и задуматься над тем, что у нас есть. Может быть, кто-то еще. Добрый день. Я разделяю по многим позициям, так сказать, по позицию Григория. Ну вот как раз к нему вопрос. В первую очередь хотелось бы вообще в целом перевести дискуссию в большей степени в инженерный, утилитарный аспект, в частности, на волне протестов у различных граждан. Была полностью изменена первоначальная концепция самой идеи реновации. И теперь, когда в разных районах решают разные дома свою судьбу, мне кажется, выхолачивается сама идея реновации, которая заключалась в том, что будет комплексная застройка. Вы обсуждаете проекты, вы, Григорий, говорите, что вы не можете знать этих проектов. Их, мне кажется, никто не может знать, их правительство Москвы не может знать, когда первоначально говорилось о концепции, о комплексной застройке больших районов, о замене коммуникаций подземных, которые тоже устарели, безусловно. То есть сама благоидея, с одной стороны, наткнулась на некое социальное сопротивление граждан, которое во многом, конечно, связано исключительно с инертностью мышления. Да, тут юридические нормы, их следовало учесть, и тут очень много противоречий, я согласен. Но с точки зрения девелоперов, с точки зрения инженеров, строителей, проектировщиков, архитекторов, мне кажется, сейчас, когда мы берем крупнейшие районы Хрущевок в Москве, и если там возникнет какие-то отдельные очаги протеста, ну, люди просто проголосуют, они против того, чтобы оставались, чтобы против переселения, то возникнет скорее какая-то Лужковская точечная застройка. И вся идея самой реновации больших районов Хрущевок, она просто уйдет в никуда, в песок уйдет. Вот ваше мнение на этот счет. Ну, вы правы, но в тех домах, которые они на сегодняшний день оставили в программе, мы все-таки имеем дело с, ну, не очень большими, это как раз там такие юниты по, ну, там, например, 7 домов подряд стоят, они там одного времени, и, ну, может быть, при этом рядом еще какие-то два там другого, откуда, собственно, и возникают не пятиэтажные дома в этой программе сноса, там, девятиэтажки, например, башенки такие тоже хрущевские. Значит, ну, конечно, что касается сетей, вот, собственно, инженерных, то это просто повисло. Ну, будем говорить честно, потому что большая реконструкция, вот, отопление канализации воды, она сейчас оказывается довольно сложной. Честно сказать, ну, это вот не очень интересует публику, жителей, то есть их интересует тот момент, когда их заливает, вот, ну, в смысле, когда вот потопы, и оказывается, что нет ливневки, в этот момент все, конечно, так очень замечают это. Ну, так-то, ну, жителям какая разница, как там устроена канализационная система? Ну, работает, и отлично, и все это ваше дело, как ее устраивать. Ну, да, сложности возникли очень большие, тем не менее, они вообще-то чепуховые по сравнению с тем, что у нас творится в центре, потому что все равно довольно разреженная, неплотная настройка, есть куда там класть эти коммуникации еще, ну, можно, в конце концов, вот, да, делать на 7 домов, а не на 70, как казалось, что можно сделать в начале. Вот, вопрос о том, что, ну, некие жители какой-нибудь одной пятиэтажки или одного дома могут сорвать реконструкцию большого района, ну, могут, если вот они образуют ТСЖ, и этот ТСЖ будет в достаточной степени активным, чтобы противостоять. Вы знаете, вообще город — это взвешивание разных интересов. Если эти люди смогут доказать свой интерес, так отлично, значит, это будет вот некая, ну, специфика этого района, вот какое-то исключительное место, которое ему придаст какое-то вдруг удивительное качество. Вот, ну, в городском развитии многих стран у нас есть такие примеры, когда вот идет у вас все время одна застройка, вдруг стоит один более старенький дом, это значит, что его владелец сопротивлялся и победил. И вот, в результате, разрушена там большая целостная композиция ради одного домика. Это, как правило, всегда отмечается всеми путеводителями, является предметом интереса, гордости, все туда приходят. Вот, поэтому, ну, я не считаю, что… Вот технические проблемы, на самом деле, при всей их сложности, действительно, там, здорово, там, много людей умеют думать и прекрасные новые системы умеют это питать. Они, в принципе, разрешимые. Понимаете? Это, ну, инженеры могут сделать все. Вот, в отличие от городских юристов, управленцев, просто жителей, которым как-то, ну, нельзя втолковать, чего должно быть. Вот, нельзя произвести модернизацию сверху, а надо, так сказать, мириться с тем, что есть, да. Инженеры – это совершенно другое дело. Они таки настроены на созидание и, в конце концов, построят эти сети, нормально все будет. Вот такая, да. Ну, вот, практически на все вопросы, которые я хотел задать, вы уже ответили. Но и все-таки есть некоторые моменты. Ну, во-первых, конечно, действительно, город – это про людей, а не про дома. Поэтому, если люди хотят жить вот в этом доме, они будут там жить. Это раз. Это ответ на то, что там надо сносить все районы и вообще все зачистить. Значит, у меня два вопроса. Первый. Почему при проведении межевания так жестко обходились с домами, с людьми и выделяли только пятно застройки? Практически невозможно было отстоять площадь, которая положена была бы для твоего дома по всем нормам. То есть эта земля отходила к городу. Если бы она отошла дому, той же самой пятиэтажки, ей можно было распорядиться по-другому, построить там рядом за счет… Ну, неважно, это уже другая история. Это первое. И второе. Советская власть была щедрой за наш счет. Забирая у нас много денег, она нам дала центральное отопление. И это дико затратная вещь. Нигде в мире практически центрального отопления, даже в северных городах, нет. Вот у меня сейчас вопрос. Реновация. Это ведь про то, чтобы делать что-то современное, не только в плане, так сказать, кубиков, из которых соберут домики, но и в плане того, как мы их будем отапливать, как будем снабжать водой, электричеством, интернетом и всем остальным. Вот эти проекты где? Значит, по поводу межевания. Ну, мне кажется, вы сами прекрасно понимаете, почему так происходило межевание. Чем больше мог город забрать себе, тем лучше происходило межевание. И, собственно, надо понимать, что межевание в центре, где были исторические участки, оно шло по историческим участкам. То есть никаких проблем нет. А межевание там, где никаких участков не было, а было вот поля, застроенные пятиэтажками, оно шло как-то по-другому. Значит, было ли у города основание так себя вести и вот отрезать от пятиэтажек всю землю, кроме, так сказать, полтора метра от фасада. Ну, оснований всегда много, и здесь было. Значит, было относительно того, что для того, чтобы с территорией что-то делать, нужно иметь примерно 30% неразмежеванными, потому что где вы будете держать проезды, стоянки, новые сети и так далее, значит, давайте хотя бы это. Было, что при пятиэтажной застройке, если размежевать всю территорию, тогда людям, которые живут в пятиэтажках, достанется гораздо больше земли, чем, например, в 12-ти этажках. Ну, понятно, да, действительно, этим по 40 сантиметров, а этим по 35. Вот, в общем, ну, как бы, если бы была ставка на действительно общественное управление и собственность как способ развития города, в этом смысле нужно было межевать, давая им наибольшее количество территорий. Ну, дальше, правда, непонятно, на что они дальше должны были на что-то обменивать, как, например, по территориальному банку. Ну, вот как в Америке есть такой вариант, когда вы, так сказать, часть площади, которую у вас в собственности, выносите в некоторый территориальный банк, за счет этого производится улучшение всего района. Ну, у нас так с ваучерами мы делали. В общем, честно сказать, мы в эти практики плохо верим. Да, поэтому, вот. Значит, что касается... Ну, и сейчас, конечно, все это размежевано с тем, чтобы у жителей было как можно меньше прав собственности на землю в городе Москве. Очень понятная логика. А вот, собственно, проект реновации, что, опять же, жители не интересуют собственность на землю. Их интересует собственность на квадратные метры. Поэтому, опять же, в этом законе, там они вообще лишаются всякой собственности на землю. И хоть бы кто-нибудь возражал против этого. Вообще никаких возражений. Значит, вот относительно того, что там как-то переселят в другой район, там или чего-то такое, очень много возражений. А вот тут вроде прямо ваша собственность забирает. Нормально. Что касается второго вашего вопроса относительно технических усовершенствований. Ну, у нас есть МГСН, то есть нормы городского строительства, где есть свои теперь нормы по теплоемкости стен, там по отоплению и так далее. Ничего большего, насколько я знаю, в эти новые районы не предполагается. Но вот повторяю, конкурс сейчас. И в принципе, я думаю, что человек, который предложит новое техническое решение, ну что-то хотя бы там по, я не говорю про Smart City, но какие-то элементарные вещи по регуляции количества электричества или количества тепла в зависимости от температуры окружающей, ну или воды там, ну или вот спрошенное вами центральное отопление, которое действительно, ну особенно при пятиэтажной застройке, это чуть не 30% содержания коммунальных платежей, потому что пока от одного дома до другого дотянешь воду, она стынет. Ну вот, наверное, этот человек будет выигрывать. Но пока я совершенно не видел этой проблематики вот нигде, ни на каком уровне у правительства, да, и у конкурсной комиссии. Так что мне трудно тут это откомментировать. Да, ну да. Проблема, да, развития инженерной сети и вообще в целом изменение инженерной структуры коммуникации в городе, она вообще нигде особо не рассматривалась, связана с той сложившейся спецификой, которая досталась нам от советского наследства с последующей приватизацией, поэтому сложно говорить о том, на что город фактически не имеет права влиять, тем более, что последний судебный процесс, который город проиграл буквально на этой неделе в планах подземных коммуникаций, споря с ведущими там и телекоммуникационными операторами, и показывает то, что здесь город в большей части не всегда является, в общем-то, собственником даже всех этих инженерных сетей, и определенно сложившаяся монополия рынка, опять же, коммуникаций, она, в общем-то, не заинтересована в какой-то модернизации, она там использует эти сети, которые она использует, и что-то реформировать, что-то менять, у них таких планов нет, город на это тоже особо влиять не может. Зато у нас сейчас создан новый департамент Smart City, так что, вероятно, он заработает. Добрый вечер. Вопрос у меня к обоим спикерам. В зале уже, когда кто-то задал вопрос, прозвучало про инертность мышления общества. Я бы вообще сказал про инертность общества, потому что обществу действительно нужен конфликт для того, чтобы на что-то отреагировать. Я не считаю это правильным, потому что, в принципе, в демократическом обществе, и демократическое общество в своей теории подразумевает не только отсутствие конфликта для реакции общества на что-то и для вступления общества в диалог с властью. Как вы считаете, действительно ли московское и российское общество инертно? И что можно сделать для того, чтобы эту инертность перебороть? Это почти как вопрос про будущее. Стовая страна огромная. Что касается инертности конкретно в Москве, я не вижу способа ее перебороть в ближайшее время. По очень простым основаниям. Москва – это город, который за последние 50 лет увеличился территориально ровно в 10 раз. На самом деле даже в 11. И по населению, соответственно, тоже уже получается в 12. Это означает, что поток населения, то есть это на самом деле кочевники, это люди, которые возникают на совершенно новой территории, там не было никого, и это новые люди. У них не может быть территориальное образование, потому что территориальная неинертность, территориальная демократия возникает тогда. Но есть институты этой демократии, например, школа. Если три поколения выучились в одной школе, и все родители между собой познакомились, и все люди там одноклассники, очень сильное территориальное образование. А если два, то менее сильное. А если одно, то совсем не сильное. А если ни одного, как у нас, вот, собственно, в двух третях районов, это, собственно, люди, которые, ну, там есть одноклассники, ну, вот это там, ну, 20, ну, да нет, 20% населения нету, то, соответственно, вязкость социального клея просто нулевая. Естественно, они объединяются только в тот момент, когда на них нападают. Вот когда возникает угроза, да, так сказать, в этот момент, ну, бьется в набат, люди начинают знакомиться, тебя как звать, давай вместе уж пойдем как защищаться. А до этого-то к чему они должны быть знакомы? Ну, собственно, на каких, а зачем? Вот, естественно, они знакомятся, отстаивая там свое футбольное поле, там свой парк, там свое, ну, в конце концов, просто свои дома или там свою дорогу. Значит, да, можно искусственно стимулировать этот процесс. Для этого есть социальные технологии. Вообще говоря, это та же социальная инженерия, только с другим знаком. Я, честно сказать, небольшой поклонник социальной инженерии, но, опять же, есть масса урбанистов, которые, наоборот, считают, что это очень важный навык, и тоже, так сказать, они вполне это хорошо доказывают. Но вообще-то власти очень выгодно. Такое состояние общества, оно атомобизировано, оно в этом смысле легче управляемо, и вот трудно, ну, труднее подтолкнуть на что-то позитивное, но, с другой стороны, и угроз от него особо ждать не стоит, потому что у него несформированная позиция. И такая работа по, ну, созданию низовой демократии, она, ну, может быть, это, так сказать, будущее, ну, в рамках уже какого-то другого цикла политического, а не сейчас. Я против этого очень сильно выступаю по одной простой причине. Я стала человеком, который заявил кандидатуру в муниципальный депутат. На следующий день ко мне пришли тетушки из, собственно, выборного компенсации с двумя милиционерами. Ну да, ну... Вот, ну, как бы, и сказали, подтвердите, да, вы подписали, а вы знаете, что он такая редиска, ай-яй-яй, там, еще что-то такое. Вот, они долго меня уговаривали просто, ну, собственно, отозвать мое заявление. Нет, понятно. Нет, не слышно. Спасибо. Все время речь идет о конфликте, как будто общество должно сопротивляться власти. Я вспоминаю свои институтские годы, мы проектируем территорию, дороги, там, проспекты и тропинки, которые протопчут люди. То есть вот эта опция, что тропинки протопчут люди, она включена в проект. Потому что люди, они организуют, они сами по себе села. Их не нужно уговаривать протаптывать тропинки, они не дураки. Вот эта опция, что люди не дураки, и какие-то вещи происходят сами по себе, потому что они неудобны, а общество, ну, власть, да, там, она обращает внимание на то, что удобно и это учитывает. Это и есть, как бы, та система, которая делает город удобным для жителей. Не важно, кочевники или нет, кочевники люди, они пошли там, где им удобно. Один раз, десять раз, десять лет, по одной тропинке. Там, поменяли что-то в другую сторону тропинку. То есть происходит некая самоорганизация пространства. У власти есть обязанность или интерес, или вообще, как бы, каким образом власть должна, градская, на это смотреть? Вот этот момент, он вообще не обсуждается? Я думаю, что здесь, прежде всего, конечно, это вопрос именно к власти. Но на самом деле, опять же, даже если эти обсуждения иногда происходят, они происходят иногда только в плане каких-то конфликтных моментов. Потому что, опять же, я, например, там, в силу какой-то своей социальной активности всегда отслеживаю те же самые какие-то слушания или публикации проектов. Но, как правило, собирают они какое-то количество людей только когда действительно какая-то конфликтная ситуация. Например, у нас в районе никто не пришел на публичные слушания, которые были посвящены, например, просто совершенно обычному, ну, хозяйственному вопросу, причем для жителей это было сделано, то, как вот нужно благоустроить территорию, площадку, там сделать, провести те же самые дорожки, потому что там все действительно мучились, там был газон, вот с неудобной дорожкой все ходили, причем проложенные абсолютно не так, как люди ходили. Никто не пришел на обсуждение, оказался единственным человеком, ну, потому что это никого особо не интересовало. Другой вопрос, там была застройка другой площадки с строительством, вот там была конфликтная ситуация, там люди, конечно, пришли, там, понятно, были определенные конфликты связаны, но опять же с тем, вот, да, продолжая предыдущие, тоже все вопросы, ну, ту линию, которая у нас здесь началась, с инертностью граждан, здесь и власти действительно часто выгодна такая инертность, поэтому она не всегда вступает в диалог и понимает, что это бесполезно, ну, и даже если иногда какие-то складываются ситуации, то здесь, вот как в том примере, который я озвучил, здесь иногда часто сами жители показывают том, что, ну, а нам это не интересно, тогда власть понимает, а тогда зачем дальше вести какой-либо диалог? Ну, у нас, получается, две такие разные сущности, как бы власть и общество, как будто, собственно, ну, как бы власть, это вот, ну, как она вообще выглядит, там, она имеет какой-то облик, она как-то сама по себе существует, наверное, ее как-то, собственно, формирует общество, нет? Ну, во всяком случае, в моей картине мир, возможно, такой идеалистической, как бы должно быть именно так. Это вы чисто евристически пришли к такому выводу, что общее формирует. Ну, мне бы хотелось бы, Вы наблюдали когда-нибудь это формироваться, из этого формироваться? Пока нет, но мы же все стремимся к каким-то, я не знаю, прогрессам. Ну, я не знаю, стоит ли тут здесь что-нибудь добавлять. Знаете, я, пожалуй, ну, вот, не знаю, бывали, ну, вот Марьино, да, там, вот, там есть, там, прекрасный такой проспект, ширина его примерно метров 250, как на Новый Арбат, да, посредине бульвар. На бульваре какие-то есть, отчасти озера, что ли, отчасти пустыри, и через них идут тропинки. Ну, редкая птица перелетит с одной стороны этого бульвара на другой, это, в общем, как урочище, как какой-то Гранд Каньон, вот, то есть, вот. Это я к вопросу о том, о вашем высказывании, что люди не дураки. Вообще, вот, так расселиться, ну, мало кому придет в голову. То есть, как-то кто-то тут явный дурак. Ну, власть или люди, ну, в общем, как-то не получилось. У нас такой среды 70% в городах, да, поэтому, ну, если говорить вот о всех практиках управления свободой, которые, управления свободой, которые, в принципе, в урбанизме, да, очень активно развиты, там, вовлечения, то есть все. Ну, честно сказать, они у нас приживаются очень плохо, но в определенном типе городов они у нас приживаются. Это не Москва, конечно, это, там, Вологда, Новгород, то есть это города совершенно другое. Это 300 тысяч жителей, устойчивое население, малые изменения за последние годы, и наличие, ну, молодежи, как правило, этот город, где есть университет, ну, или там, пединститут, в общем, они являются движущей силой. Какие-то проекты с их помощью можно делать, мы на стрелке делаем, ну, очень молодежь этому радуется, скажем так. Ну, опять же, да, здесь продолжу идею, вот Вологда, тот пример, где малый вот транзит населения, где огромное количество, действительно, местного населения, в этом городе, ну, огромное количество местного населения, практически, в отсутствии, ну, вот, если в общий российский масштаб, говорить, какие-то, да, миграции, и там гораздо, да, эта сплоченность и как-то взаимодействие, знакомство между людьми, оно больше, там, вот, я наблюдаю ситуацию, часто бываю в Волгде, когда там мои друзья, знакомые, ну, они постоянно кого-то в городе там встречают, вот, у них огромное количество знакомых, вот эта социализация, она больше, и там возникают очень интересные, различные проекты социализации жителей в культурной сфере, когда удаются создать какие-то интересные культурные центры, проекты различные, там, по благоустройству, иногда просто жители одного района, там, в Волгде, собираются совершенно мирно, при этом власти такие инициативы даже поддерживают, и проводят, например, там благоустройство, устанавливают сами лавочки, причем все это, опять же, городские власти помогают с материалами, в этом случае, вот, что бывает часто приятно, неожиданно, там какие-то вот помощи есть, но, опять же, это вот действительно инициатива, которая, она исходит снизу, вот, но при этом власти оказывают ей помощь, вот, это вот пример тоже, вот, Волок, например. Хотел бы задать вопрос про ограничение свободы, вот, Григорий мечтал вас спросить, вот, клумбы в центре города, вот, я считаю вас немножко ответственным за это, почему на некоторых улицах клумбы мешают передвижению людей, и после реконструкции города по программе «Моя улица», например, Большая Дмитровка от Чеховской до Красной площади, либо там стало затруднительно ходить, вот, две пары не могут разойтись, или, например, Тверская от Камергерского переулка тоже до Красной площади, там, например, на велосипеде стало сложнее проехать, то есть, вот, почему вот клумбы стоят таким образом? Ну, я хочу сказать, что вот в сфере благоустройства я занимался общей концептуальной рамкой, вот, ну, в том числе там пешеходизации, вообще реконструкции центра, там действительно довольно много моих идей, но до клумб я не дошел, то есть, честное слово, поэтому, вот, ответственность мою ну, за клумбы, ну, можно, как, я даже как теоретик клумб довольно слабо выступал, вот, в общем, этого не было, значит, поэтому, ну, не знаю, как ответить на ваш вопрос, единственное, что отношение граждан к клумбам, как показывает портал «Активный гражданин», неоднозначное, не такое однозначное, как у вас. Многим нравятся клумбы, вот, а многим не нравится. Ну, вообще-то, вот эта идея в гранитную мостовую вставляет зелень, это все-таки не Анютины глазки, там, насколько я понимаю, там трава какая-то растет, она, ну, это все типа про гуманизацию. Ну, на этом пути нас ждут разные пока буераки, да, овради, вот, ну, вот клумбы, вот, не все сразу получается, не могу сказать, почему вот так вот там две пары не могут разойти, сам иногда, когда иду, просто поражаюсь, кто это нарисовал, зачем, вот. Но, понимаете, это, ну, если вы вот прямо меня считаете ответственным, я могу сказать, что человек, который работает с городом, ну, вот я, в принципе, довольно много занимался журналистикой, да, я писал статью, статья — это такая штука, сел, написал, что написал, то и вышло. А вот, когда ты городу предлагаешь концепции, сел, написал, а что вышло, это совсем не то. Ну, так бывает. У меня вопрос. Вот здесь уже был задан вопрос про архитектурную целостность районов, которые будут построены на месте пятиэтажек. А что же с архитектурной ценностью тех районов, которые будут построены для тех, кого будут переселять из этих пятиэтажек? Вот эти страшненькие серые здания, не создадут ли они новые, такие новые черемушки, которые будут просто каким-то гетто для этих людей, которых выселили, потому что понадобилась территория под какие-то красивые целостные районы новые? Я про эти маленькие серенькие ничего не знаю. Они уже есть, их можно посмотреть, например, рядом с улицей Балтийская, на Соколе, здесь недалеко, уже построены, можно посмотреть, как это вживую выглядит. Это в общем-то та же пятиэтажка, только ее повторили вверх еще один или два раза. Но опять же, эти все проекты, они были сделаны до реновации, это часто делают те инвесторы, которые занимаются конкретным точечным расселением, опять же, те проекты, которые будут, они будут представлены осенью, что в результате из этого будет, вот в этой программе реновации. То, что сейчас делается, все зависит непосредственно от инвесторов. Каждая компания, каждый девелопер абсолютно свои там серии домов предлагает, иногда даже индивидуальные проекты под расселение, в результате сейчас какой-то единой концепции нету. Кто-то по-прежнему там строит панель, те пресловутые там P44, P3 с модернизацией туда переселяют, там или КП, кто-то создает какие-то новые проекты, ну, здесь это уже другой вопрос, это вопрос действительно к архитектуре и к тому, что в целом должна как-то давно архитектура новых районов выглядеть, но это достаточно серьезный тоже вопрос, чтобы действительно мы не повторяли, во-первых, тех самых ошибок, которые у нас были, но и опять же, что касаемо качества жилья, чтобы фактически тоже эти дома у нас не превратились. Вот через там два десятка лет те же самые хрущевки проблемные, с тем, с чем мы уже сталкиваемся в результате первых этапов переселения, эти дома уже становятся, в общем-то, все больше и больше ветхими и достаточно затратными. Знаете, откровенно говоря, мне кажется, что мы уже пошли по второму кругу отвечать на некоторые вопросы, но мне кажется, стоит поблагодарить. Вы последний. Давайте последний вопрос. Вы сказали, что Москва может стать похожей на Сингапур или Гонконг. Это очень грустно слушать, потому что, ну вообще, Москва хоть не имеет статуса исторического поселения, но вообще это историческое место и как-то грустно, если все это исчезнет и будут какие-то оазисы, как вы сказали, которые будут показывать туристам и они будут ценностью. Ну, вы не считаете, что это как-то варварские сама вот эта идея, что останется только Кремль, внутри которого, как мы знаем, что тоже сейчас происходит, и сносы? Ну, сейчас я говорил о районах реновации, которых все-таки немного в Москве, то есть скорее можно говорить о том, что будет какой-то район, который вдруг будет иметь совершенно неожиданно высотную застройку, ну и как бы будет то, что они называют субцентром, то есть чем-то таким. Тотально из Москвы сделать Сингапур и Гонконг никаких денег не хватит, тут бояться не стоит. Это требует довольно качественного развития. То, что это может быть грустно, это я с вами совершенно согласен. И надо сказать, что попытка изобразить такую среду на русской почве, она мне не кажется убедительной. Ну вот, Денис приводил пример вот в Подмосковье, где вот такая высотная застройка. Есть другой пример интересный, Екатеринбург, где довольно много, где явно идет влияние Китая, и идет довольно много высотних домов, 30 этажей, которые встраиваются в среду традиционного русского промышленного города. Там есть часть торговая, купеческая и промышленная советская. Меня это очень коробит, честно сказать. Я не житель Екатеринбурга, и я не имею права им говорить, как им жить. То есть, им так нравится, ну, прекрасно. Но когда они спрашивали там, ну и скажите, вот с таким энтузиазмом, вам нравится, я что-то как-то вот начал, ну, мне не нравится, и мне бы не хотелось видеть здесь Гонконг и Сингапур. Я говорю о совершенно реальной, ну, я не понимаю, как можно, либо мы откажемся от того, что вся программа реновации должна окупаться за счет покупателей жилья, которые приедут в Москву и купят квадратные метры. И будем действовать в соответствии с той фразой, которую у нас Сергей Семенович произнес, что вся реновация финансируется из бюджета города Москвы. Тогда не надо делать никаких высотных домов, и мы вообще можем уложиться в пять этажей. Значит, если нам, а если мы все должны продать, то у нас должно быть вообще-то минимум пятнадцать, но это же понятно, две трети-то мы продаем, вот, ну, плюс на самом деле все-таки на 30% площадь увеличивается дома, потому что есть санузлы, есть еще лестничные части, то есть на самом деле это должно быть уже восемнадцать этажей, да, значит, если у нас еще первые этажи попали под, ну, какое-то общественное там, или надо что-то встроенные детские сады, то все, то получается все уже 22, ну, и мы вышли к Лужковской высоте, да, вот эти самые КП, которые строились на месте Лужкова, они есть 22-27, ну, а если уж, так сказать, шикануть и еще как-то денежек заработать, так почему бы не сделать 40, ну, вот тогда уже будет Сингапур, то есть понятная история, это вопрос просто жадности, но замечено, что чем общество демократичнее сейчас, тем застройка у него пониже, а чем оно монолитнее, патриотичнее и так далее, вот как Китай, тем оно повыше и единообразнее, я думаю, что в октябре мы как раз поймем, насколько демократичное наше общество по предложенным проектам. Все, да? Да, я думаю, что мы на этом закончим. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо. Спасибо.